Орел новострен, да? У меня новострен. Ребят, мы продолжаем говорить в Ассасинке. Да игра огромная, мне писали. И знаете вот что забавно? Мне иногда пишут люди, у которых закрыта личка. То есть они мне пишут, пишут, что я плохой, что я им не отвечаю, а я иногда правда хочу ответить, даже не иногда часто, а личка закрыта, и ты такой, господи, что пошло мне так? Игра огромная, и пройти ее быстро, ну ты хрен пройдешь. В итоге мы, как бы, концовку мы уже получили первую из, наверное, трех, может, четырех, может, десяти, я не знаю. Видите, у нас тут два крупных задания, и как бы игра, что странно, не дает за них достижений. То есть, я даже не знаю, как к ним относиться. Это доп задания? Но, по идее, это не доп задания. Ладно. Я нашел, наконец-то, где задания того безумца. Они какого-то хрена находятся на этом острове. Помните, где всю игру я не мог открыть дверь? И это остров тут реально древние руины. Я телепортируюсь туда. И я хочу посмотреть, что получится. Кстати, еще есть достижения за задания Маркоса. Ну, сам, вот чувак, тот, который виноградник купил, и за которого мы глаз в попку козы засовывали, а? За него тоже есть достижения пройти все его квесты, и пока квестов за него нету вообще. Так, ну, нам реально сюда. Черт, наконец-то всю игру хотел попасть, теперь попаду. Ты смотри. А вот, кстати, тот сундук, который мне всю игру покоя не давал. Смотри, вот он. Все. Область исследования. Исследована. Господи. Чувак, ты как вообще сюда забрался? То есть, походу, он реально, ну, не бейся, не бог, то он что-то знает. Я тут думал, я тупой квест выполняю, какого-то засранца, который себе статую купил на Алиэкспресс. А оказывается, это квест сюжетный. То есть, никогда не знаешь, на что ты напоришься в Ассасинскриде. Можно так случайно и на кукан сесть. Я слышу вас, братья и сестры. Кому-то сегодня по сердцу топать. Узнает твой буйный нрав, Арес. И не бойся, бро. Скоро я утеху тебя. Веришь, что там Арес? Мне кажется, там Минотавр сидит. Сейчас проверим. Видишь, они здесь. Боги, боги здесь. За этой дверью. Слушай. Там явно кто-то здоровый сидит. Я не хотел так надолго пропадать. Китеры это... Ну, если ищете, куда бы еще раскладывать чуму. Я ожидал совсем не этого. Маскировка, мой дорогой. Всего лишь маскировка. Чтобы отводить тех, кто ищет славу. Хорошая, кстати, работа. Твою мать. Реально, Минотавр. Это просто это мычание. Типа. У-у-у-у. Я Минотавр. Вы слышите это? Ты был прав совсем обезумен. Там что-то есть, темпидокл. И похоже, оно больше прекрасных Перси и Афродиты. Они готовы нас встретить. Скорее вместе. Ждать нельзя. Я готов. Что бы там ни было. Давай, что же делать. Мои братья и сестры. И сейчас ему голову размажит. Открыть врата. Надо открыть врата под силу только мне. А, нет. У него есть некий прибор. Угу. Ставил. Ээээ. Что-то пошло. О, серьезно. Царство вечности. Обитель богов. Создатели вселенной. Протяните могучие руки. Возьмите меня на... Это циклоп. Это циклоп. Ну, как я понимаю. Он реален. Он реален. Бронд. Громовер. Это не бронд. Это скребанный циклоп. Одноглазый. Твою мать. Он глаз защищает. Хе-хе. Дебил. Значит, убить его можно только попадая в глаз. Ты недовольный. Попробуем подбодрить. Ребак, давай, покажи мне силу. Твою мать. Он показал мне силу. Не, ну, надо быть осторожнее, конечно, в своих желаниях. Ребят, почему вот Алексиус вообще спокойно реагирует? То есть, вы понимаете, какая-то дичь. Если подумать вот так хорошо. Насколько происходящее просто странное. Ты недовольный. Попробуем подбодрить. Блин, ну мой пиноккум вряд ли. Давайте звук его убивать. Мне кажется, это эффективнее, чем делать то, что мы делали до этого. Твою мать. Ну, это страшно. Нет, его определенно можно победить. Он не, собственно говоря, всесильная супермахина. Я ничего не хочу сказать. Ух ты. Скала, да, да? Дебил, да? Скала. В глаз. Понимаете, не в кровь, а в глаз. Да? Да, да, да. Саша, да, Саша, Саша, Саша. Саша, заткнись. Да, я в кино заткнулся вообще. Хопа, в нас. А что интересно будет, если прям в глаз попасть? Нет, ухрен я, конечно, сделаю, учитывая, что я играю на контреллере, ребят, сразу скажу. Твою мать. Входе как, вот это должно... Мить. Все, что я могу сказать, я там... Все, что только про мать и могу говорить, ребят. Я сейчас превращаюсь в Хованского, и все, что у меня на уме, это мать. Кстати, мама звонила мне прямо до начала записи данного ролика. Он буквально позвонил. Понимай. Ох ты. Чувак, ты споткнулся, что ли? Ну да, я тебе помогу, дружи. Я сейчас рискую, конечно, и жадничаю, но я, пожалуй, отойду. Он горит, знаете, это, конечно, это хорошо. Это бонус, это бонус. Так, а что я теперь говорю, что я сделал не так? Что пошло не так, как говорится? Что пошло не... Ой-ой-ой-ой. Моя жизнь, ребята, пошла не так. Я здесь, чувак, сзади. Сзади обернусь. Тут твои сумки он собирал осколки кораблей. Так, он опять лег. Ты лег, ты как мой бот, видишь, наверное, лежишь, потому что в любой из ситуаций у тебя стало струнно, и ты лег. Ну, как я понимаю, нужно его вварить наземным пострелом в глаз, а потом этого засранца... Твою... Ма-а-а-а-а-а-а-а-а-у. Бой зы as ziklopen, ребята! Вот это то, что я хотел всю играть. Помните, я говорил, что где же эти мифические... ... твари? Вот, собственно, тварь номер один объявилась. Дальше ждет Медуза урона. И хочет чего-то другого. Еще, по идее, какая-то... Кракен какой-нибудь будет. Я 100% уверен, что Каракена завезут Рано или поздно Так, мне нужно обновить свою снарягу Огненные стрелы, они самые сильные Поэтому я только ими пользуюсь Ох ты, постой, это что, стрела смерти Проникают глубже, носят больший урон Так, стрела смерти, а кого хрен у меня до этого их не было Что, только недавно завезли мы их? Ну давайте попробуем Так, блин, проскочил стрелу смерти Он скорее меняет Ой, ой, я не знаю, где он Не следить за положением врага в пространстве Это первая ошибка, которую делает Неопытный стратег Так, сейчас огненная смертельность Она, блин, она, конечно, мощная Нет, она риэл мощная Я ничего не хочу сказать, но это просто зверьстрел Вот такой урон мне нравится На 200к, ребят, видели, как я уронище нанес Не урон, блин, а уронище Не-не-не У меня вообще бой с ним нетрудный Просто долгий А снаряги получше у нас быть в принципе Не может это, если кто-то подумает Сказать, Евген, может снарягу получше? И все Ооо, твою мать Этот засранец хочет сравнять шансы У меня типа есть острая палка Он тоже взял острую палку Ну давай, давай Давай, я дам тебе пизды так и так Что, думаешь, дать мне пизды, да? Я дам тебе двойную пизду Думаешь, дать мне пизды, я дам тебе пизды Твою мать Сейчас он ударил Все, сейчас мне смерть Ребята Готовьте венки Готовьте венки Вот он трахнет меня этой палкой Вы трахните кнопку лайка Посмотрим, кто победит Кнопка лайка или мы, ребята Чувствую, победа будет за нами, ребят Я уже чувствую запах победы А нет, запах навоза Простите Ух ты Так умолен Я ничего не хочу сказать Но засранец разливец Иди сюда, давай Что, лег? Лег? Надо быть осторожным Не знаю, насколько далеко Он может бить своей палкой И я не хочу Узна Узнавать Черт, у него энрейдж Он злой Эта тварь обозлилась на весь свет Но я бы тоже обозлился Если бы он жил в пещере У меня был один глаз И вместо секса Я бы просто Был палка Ну то есть вы поняли Все очень плохо Так, теперь нам нужно Опять эти смертельные стрелы Нужно добить Этого Огра Сюда бы Геральт Из Ривии Ведьмака Правда У Ведьмака Не было лука С Огинами стрелами Как у Евгенчика Евгенчик-то подготовленный Приехал Знал, что Я не знал Сурприз для меня Абсолютно Я вот себе не спойлю Никогда Такие моменты Потому что Ну как-то Это неинтересно Отписайте, что вы уже знаете Что у Геральт Но это развить круто? Вообще не разумно Вообще не разумно О-е-е-е-е Парень-то раскрутился На ютубе О-о-о Заваливает уже его Они меня Ух Таки попал по мне Таки смог Это Медуза Гаргона Когда-нибудь Успокоится Успокаивайся давай Что-то пошло не так Ой, что-то идет не так Почти победили, сейчас если умру, все, подписывайтесь на этот канал, потому что это позор Быстрее, добивай его, давай быстрее, быстрее Чем они больше, тем дольше их рубить Это, кстати, чистая правда, Алексиус, чем дольше ты тварь, тем дольше ты сидишь 10 минут, ну примерно даже 5, 5 минут, 10, я перегнул 6, если бы совсем прям швейцарским часами То есть от циклопа осталось просто какое-то, как вам сказать, человеческое скорченное тело Дубима полифема И там у нас еще гравировка появилась плюс 25 урона боссом То есть, черт возьми, ребят, я хочу эту гравировку куда-нибудь нанести А вообще, какие варианты? То есть, тут все завалило, но только на выход, значит Значит, назад мы с вами не идем Нет, постой, по идее выход здесь, ладно Карты, черт, забыл, что тут карты мер недоступны Да, придется вылезать Ну что же, ребят, мы Огра победили Циклопа Одноглазого демона Зверя Что делать дальше? Ну дальше новый остров Вообще, я так планировал, одно видео, один остров Но, черт его знает, получится так или нет Мы попробуем, ребят Просто на каждом острове есть культисты Тут прям таких остров мусорных или голых нет И игра так задумана, что ты так или иначе должен посетить все области игры За исключением, может, прям совсем некоторых Но в целом, я сейчас так посмотрю Посмотрел на игру И всю игру на нее смотрел Что здесь нужно проходить все Семейные ценности Лакрида Давайте вот этот квест возьмем Потому что мы его так и не взяли Мы его пропускали все время Раз мы как бы здесь Вроде бы недалеко и вроде не близко Давайте попробуем его взять Собственно Досаждают? Он наш сын Я же сказал, мама Я хочу вас защитить Почему он в клетке сидит? Хочешь защитить? От чего? Он побывал в Дельфах Говорил с оракулу С тех пор, как будто не в себе Я услышал пророчество Мой разум ясен, как никогда Я знаю, что совершу страшное злодеяние Кровь матери обогрит землю Отец в муках будет взывать к богам Постой, и он заперся в клетке из-за этого Чтобы обезопасить мир от себя Ну, оракул говорит от имени богов Если она предсказала такой исход То... Ну, бля, отвечать серьезно Ребята, ну зачем? Видите? Мести со мной согласен? На самом деле нет Ой, Пит, ты веришь незнакомцам больше, чем родителям Вот именно, чувак Не в этом дело, мама Мое нутро подсказывает так Разве что... Ты... Ты мне поможешь Каким образом, дружок? Спаси их от моей нечестивой ярости А как? Тебе нет ни капли ярости Тише, отец Я разговариваю с мести Вот видите, он уже огрызается И они? Такие вернуют Я верну оружие За плату Конечно Родители с радостью тебе заплатят Что? Найди косту Местного кузнеца Не так давно я отнес ему меч на заточку А, все не так просто С этим сложнее Объясню, когда вернешься от кузнеца Загадки, загадки Мне даже интересно стало То есть, что в итоге-то будет? То есть, по идее, вот сходи к кузнецу Вроде все просто, да? Я хочу, кстати, уставить новый вот этот Гравировку Попробовать Да я иду уже, вот кузнец Во имя Афродиты Я Коста К твоим услугам Да, да, привет Алексиус Леха Все для тебя Только скажи Что-нибудь выковать Натереть маслом эти мускулы Починить копье? Да нет Я еще один меч По просьбе эпида Ай, эпид Милый мальчик Разве что очень тощий Родители совсем не кормят Ты педофил, что ли? Ты любишь полненьких? Мальчиков Я с радостью дам тебе Меч в смысле Но я не могу просто Что за странный кузнец? Я с радостью дам тебе Меч в смысле Какой меч бы еще уточил? А то у нас уже был случай с мечом Который меньше 15 сантиметров Дать меч первому встречному Роскошному воину Роскошному воину? Дай мне меч И этот день Ты не забудешь никогда О, я, ну Это моя самая заветная мечта Но есть небольшая трудность Видишь ли, мое копье Сломано Если ты Понимаешь Свою мать Копье у него сломано Но В лесу рядом с крепостью Ксеркса Растут особые цветы Их посадила Афродита Виаграя сходить в аптеку За Виагра Илися Алиса Понимаешь Ладно Я тебе цветы А ты мне копье То есть Меч То есть Скоро вернусь То есть Он Я вначале подумал Что он педофил Ты нет Он пидарас Почему все квесты В этой игре Про безумцев Или про пидоров То есть Я скажу Что я не гомофоб Не знаю В общем Я нормальный Ладно Ну и предводитель горк Который ездит По лесам и горам То есть Я Ну Вы поняли Короче Надоело это объяснять Я нормальный Обычный человек С нормальными Обычными Интересами Среднестатистическими Нормальными Это наверное Немножко грубо Так говорить Ну вдруг Меня смотрят люди Нетрадиционные Я говорю Что у меня нормальные интересы И они такие Типа А что Получается У меня интересы Ненормальные Знаете Зарежем Предводителя Просто что можно А вдруг он культист Откуда я знаю Понимаете В этих землях Ты никогда не знаешь А кто культист А кто культист А кто не культист То есть Я постерекся И на всякий случай Убил Предводителя Никогда не знаешь Где эти культисты А сейчас Ну вдруг Я покопаю С нее В карманах А у него там Письмо От культистов А нет Смотри Он не культист Ну бывает Ребята Ошибся Что Что же Что пошло Не так Ошибся Ну бывает Вы же Никто же не в обиде Ну бывает Ошибся Человек Все Когда-то Ошибаются Что же А я пошел Цветы искать Дочки Цветы Я в весеннем лесу Пил березовый Спрай Кто знает Из-за Какого этого фильма Получит сердечко На комментарии Если ответят правильно Будет несколько Правильно Будет несколько Глебаный Миша Миша Голустян Уйди В Камеди Клаб Твою мать А Миша Голустян Он был не один Все это время У него был Пособник У него был Пособник Походу Несколько Я слышу Еще одного Нет Это оленя То я Оленя Нет Это медведь Оленя Так ладно Будем дальше Собирать цветы Ребят Извините Увлекся Оленями Еще цветы Хоп Олень Мне даже Шкуры не нужны Знаете Мне вообще Уже От этой игры Ничего Распалить Кузнеца Что же За травы Таки Я попробую Ребят Ну ведь Всем интересно Попробовать Виагру Или такой Препарат Чисто ради Прикола Посмотреть А как Он работает Роскошный Месть Мое сердце Трепещет Ты Принес Цветы Даже Когда я Иду Классный Комплимент Роскошный Никогда Не слышу Чтоб Так Говорили Говорили Надо попробовать Цветами Меня кто-то Хочет Убить Прекрасно Медвединая Треть Ты говорил Серьезно Про Незабываемый День Черт возьми Мне он не нравится Мне неинтересно Я пришел За мечом И сделал Что ты просил Давай мне меч Зачем ты так Мистий Ну цветы Мне точно Пригодятся Мальчиком темно Как я обещал Ну блин Ребят я понимаю Пока он не наделал Глупостей Он какой-то совсем Стремный Мне не понравился Мужикам Знаете Подозрительный Старый Мистер Ты вернулся Принес меч Да Слава богам Я знал Что ты не подведешь Но одного Меча будет мало Родители Ведь двое Убьем одного И так Что там С щитом Ну Родители Говорят Что его украли Пока я был У оракула Вдали 5 Что его в подвале Тогда его не вернуть Я слышал Как мать Шепталась Об этом с отцом Речь шла О пещере У красного озера И похоже Они знают Воровку Странно Иди в пещеру Мистей Верни мне мой щит Только тогда Родители смогут От меня защититься Что же Мне дали Какой-то Плохенький меч Ребят Вы думали Хороший Так Какую-то пещеру Терь Надо спуститься Где твоя пещера Находится Сынок Ну где-то Явно здесь Красная Как моя кровь Море Ребята Вот я из своих Рана обычно Отсасываю кровь Кстати Потому что Ну а почему Нет Кстати Это лечит Лечит Лучше всего Почему Когда Ты всякими Этими Метопеликами Или чем-то Мажут Мне как-то Снилось Что я Тону В таком Озере Это Распространенный Кошмар Или Чем-то Мажут Зеленкой Чем-чем Придется Мне как-то Всегда Раны Заживали Дольше Кая Мазла Обычно У меня Раны Заживают Быстрее Всего Я просто Под водой Отсосал кровь И нормально Чтобы Ну знаете Отсосал кровь Чтобы не текло А то Как-то Неудобно Знаешь Ты заляпываешь Здесь Хорошо Прятаться Потом Лиз Жалуется Что Тип Все В крови Попачкал Ну знаете Как это Бывает Собаки Рышев Мирон Да И сейчас Телу Успей Выпустить И все Видите Победа Так Смертоносные Телу У нас Кончились Ну ничего Страшного Опа Привет Так Щит был Подарком Как и меч И пид Ни разу Давался вопросом Как его Бедные Родители Черт Я не понял Кинжал Тоже Предмет Для задания Это Типа Или Меня Обманули У Эпида Как бы Кинжальчик Вместо Меча Потому что Он еще Маленький Чтобы Уметь Полноценный Полнокровный Меч У чуваков Вообще Куча Сокровищ Видите Ребята Как собака На сене Как бы Сами на сене Сидят И другим Пользоваться Своим Добром Не дают Но это Неправильно Я буду Робином Гудом Освобожу их От Тяжкой Нож И богатства И пойду Обрат Что Пошло Не так Ну-ка Посмотрим Мистей Ты пришел Нашел мой щит Да Теперь вы можете Спастись От Пророчества Так Ты нашел Вора О да Разделался С ней Больше Она никогда Ничего Не украдет А что С кузнецом Жив Здоров Ему бы Только пыл Охладить Жив цел Орел Слава богам Спасибо Мистей Ты спас Моих родителей От моего гнева Теперь Освободи меня Вообще Сейчас что-то пойдет Что тебе Рассказать Твои родители Счастливы Что у них Такой Заботливый Сын То есть Они не его родители Спасибо Мистей Ты нам Помог Странная Семья Мне сейчас Кажется В итоге Окажется Что они Не его родители И Его родители Его бросили И Из-за Этого Он пойдет И зарубит В итоге То есть Ну черт возьми Ладно Всякое бывает Не мне судить Куда поплывем Далее Чем можно Заняться Далее Ну на острове Китира Мы с вами Кончили Мы тут Сделали Просто Все что Можно Следовательно Мы плывем На другой Остр Под названием Мессар Вообще На Анафии Ниссерос Было бы Побыстрее Но с другой стороны Здесь нихрена нет То есть Вот Фотка Вот еще Фот Ребят Здесь нет Ничего Что вы хотите Нет Тут есть Какие-то Древние Постройки Но я думаю Мы туда Попадем Собственно Ну Уже По нормальному А заданий На этих Островах У нас Куча Так что Мы там Явно Проведем Много Времени Но в общем Я телепортируюсь И Иду заниматься Делом Здесь должен быть Один из культистов Также куча всего Другого Поэтому Ну Мы поплыли С вами Та-та-та Что же Ребята Заданий тут Немного Но их надо Выполнить Я помню У какого-то культиста Написано Что типа Помогите Жителям На Мессаре И вы узнаете Кто культист То есть Нам нужно Кому-то помочь Иначе Хрен мы что Узнаем И на Мессаре Насколько я помню Должен оказаться Один из Кусочков Задания Ну Того самого По По открытию Атлантиды Или запечатывание В общем Вы поняли Что-то связанное С Атлантидой Такая хрен знает Как начать задание Потому что Чувак Забаррикадировался Лучше чем Форт Ноксе О Смотри Дырка нашлась Ну-ка Чувак Окей У тебя неприятности? Местий В Кедонии Начались беспорядки Стражи И торговцы Вцепились Друг другу В глотки Работа Стражей Помогать Людям Что их Так Разозлило Налоги Они Слишком Высоки И торговцы Отказываются Платить А стражи Настаивают Их командир Диокол Не солдат А просто Разбойник А волнения Снижают Мой доход Попробуй Предотвратить Новые Беспорядки В Кедонии Алчный Командир Стражи Беспорядки В городе Звучит Серьезно И награда Будет Серьезная Уверен Мои Драгоценные Камни Тебе Понравятся Просто убить Наемников Так просто С радостью Помогу Славно Стычки Обычно Происходят На горе В восточном Базаре И на пристани Хочешь узнать Еще что-нибудь Ну Как я Как далеко Могу зайти Могу ли я При этом Пойти На крайние Меры Так я понимаю Для мести В клинок Лучший ответ На все вопросы Иногда Приходится Убить всех Чтобы подавить Волнение Но порой Разговорами Можно добиться Большего То есть Ты намекаешь На мирный митинг Понял Кто такой Командир Диокле Кто он такой Ммм Народ его Не любит Мести Ведь это Он приказал Стражникам Быть жестче С торговцами Культист Могу ли я Так постой Это мы уже сказали А налоги Почему снизить Нельзя Если всему виной Высокие налоги Почему бы Их просто Не снизить Идет война Ты разве не знаешь А война Требует Ммм Не ну это конечно Логично Я ничего не чувствую Я услышал Достаточно Делай все Что требуется Но будь осторожен Есть Хорошо Я постараюсь То есть Есть люди Которым Беспорядки На руку Че то я чувствую Руку культа Ребята Вот вы чувствуете Как лапы культа Опутывают Собственно Происходящее Подавить Подавить Волнение Словами Или силами Попробуем Словами Посмотрим Почему это приведет Силой то вы знаете Я умею Так вкачан Что Собственно Мама Не балует А че тут творится Я остановился Когда мы умоляли Не портить наш товар Это аудиторы Что такое Правосудие Пять митингов Это явно Не правосудие А тебе то что Это жена стражника Который сбивает И грабит нас Она заслужила Вообще то нет Не нас тебя грабит Скоро у нас Не будет ничего Нужно дать отпор Нужно бороться Чувак Ну не так же Давайте все Обсудим Что скажем Не ответ Давайте поговорим Что Они избивают нас И портят наш товар Ну чуваки За это они поплатятся Но их семьи Вам ничего не сделали Зачем мучить ребенка В чем он провинился Ничего Получит по заслугам Будут знать Как с нами связываться Так Дело не пойдет Тебе заплатили Да Они тебя наняли Будь от твоей мунистей Мы не тронем Женщину и ребенка Но ты поплатишься У нас есть Свои грозные наемники Я не такие же грозные Как ты чувак Коус у тебя конечно грозный Говоришь Твою мать Меня Ребята Меня продали Ну ладно Я не сильно боюсь Ребята Понимайте Я сам тут Я самый крутой наемник Практически второй ранг Это уже как первый Но второй Но он не важно В принципе пиху Я говорил Так Перевязаем Что же Осталось оставить Еще три мятежа Что еще горит У ребят Да не надо Ничего уничтожать Что происходит Этот молоко Должен нам заплатить Как и все А не заплатит Перебьем все горшки На горе Приказ командира Диокла Оставил в покое Оставьте торговца Достаточно Напрашиваешься Мистей Что ж Ты тоже Получишь Чувакин Ну вы зря Черт Я хотел По стелсу Черт Ты не оставишься без товара И не успеет Ничего притронуться Я сделаю все По ювелирному Точно Смотри С мы сейчас Будет ювелирный Ювелирный Выстил В холл Видите Хэдшот Хэдшот Это как камшот Ооо Пожилая силу Напала Да Да Ты хочешь Отведать Кусочек Меня Нет Ты этого Не хочешь Видите Все счастливы Пара трупов И Не Ну у меня был вариант Без трупов Побить его горшки И все бы выжили Но толку Я Ясное дело Что этот Военачальник Пидорас Надо разобраться С его прислужниками Подсосами А вы как хотите Нет Ну я за народ Понимаете Я народный мститель Как там Я Орлова Нет Нет Воронины Народы Или не воронины Не помню Я просто тренер Сегодня видел В киноте Народный мститель Орловы Воронины Типа И вас Это не касается Таков закон Этих земель Пусть отдадут Свой товар И мы уйдем Ну блин Санэстро Соблюди У вас неправильный Закон Закон Надо исполнять Налоги Поддерживают Экономику Кедонии Нужно уважать Закон А что делать? Эти солдаты Ничего не делают И при этом думают Что плата Будет расти И с каждым годом Ну и вздор Ну как бы Война идет Ребята Не понимаешь До них не достучаться Только если Кулаками Тай Да И тебе достанется Тихо Твою мать Я хотел Я хотел без насилия Но эти ребята Сами напрашиваются Что пошло Не так Ребята Перестаньте Я отниму тебя щит Если будешь Такого Нифига Семь Чит Я теперь понимаю, почему копьё прокачалось и в чём прикол это прокачать копья. То есть, видите, у меня теперь удары просто как у грёбанного зверя. Посмотрите, я отнял щит, я не просто отнял у него щит. Я подчинул его в воздух на 5 метров вверх. При помощи копья. За мной гонится уже три наёмника. Они перестанут гнаться, если зарезать вот этого толстосу. Сейчас я выкану на него. Всё, удар бычары запущен. Хопа! Наёмники, которые уже пришли, ребята, не отстанут. Так что, так или иначе, нам надо отступить. Ребята, я хочу отступить. Можете делать это без регистрации и смс. Я сейчас их тормозну. Сейчас гоп-стоп, вышел из-за угла. Гоп-стоп, вышел из-за угла. Всё, я пошёл, до свидания. Да-да-да, твою мать. А какого хрена он мёртв? Это же нормально было, так тут есть письмо. Встречай свою смерть. Хочешь вернуть свои камешки, Мисти? Да, приходя на двор неосточного базара, лучше уходи из кедо и не больше никого не возвращайся. Иди около. Ух ты. Что-то тут опасно у вас стало. Так, а как мне отвязаться от наёмников, которые... А, вроде отвязался. Ну-ка. Ну, ну, и где? Как бы и где? А, нет, не отвязался. Что произошло? Конечно, письмо я уже читал. Постой, у меня тут... Ребята, мы попали на баг. Я уже прочёл письмо. Хотя, как бы игра не видит этого, потому что, когда я читал письмо, значит что, я был не в форме. Придётся перезагружаться. Класс, да? Смотрите, мы словили баг, который не позволяет продолжить задание. У меня так впервые. Каждый день узнаешь что-то новое. Всё, починил его. Похоже, Диокал отказывается мне платить. Ммм. Как думаете, ребята, а он культист или я просто обычный застранец? Кстати, а тут быстрый бег вроде работает. Просто я сейчас как бы бегу вперёд, зажимаю икс, а ты бежишь, ну, чуточку быстрее, но чуточку. Это не как раньше было у соседей. Кантер лесной, господи. Иногда Лиза называет моего кота, нашего кота, господи. Лесным чудищем. Но кантер лесной, это что-то новое. Давайте его убьём чисто так. Просто понимаете, в тот момент вы соседей в любой игре, как ты убиваешь персонажей просто потому, что ты грёбаный супермутант. И ты, чёрт возьми, можешь зарубить кого-то просто на изи, размахивая своей уилдой. И тебе нормально. То есть ты вообще не напрягаешься. Ох ты, твою мать, всё-таки напрягаешься. Я ударил обычную женщину, а тебе в суд ты меня подаст за насилие. Феминистка. Так, ладно, я пошёл к Диоколу. Пока я тут всю древню не перерезал. Ну, всю Кедонию не кинул. Мать, чё-то у вас тут планировка, конечно, не для ассасина. Хрен, куда залезешь. Всё везде понастроили. Не нравится мне. Так, очень, кстати, египетская застройка. Египетская настолько же тухла была. Как у вас в Кедонии. Или, постой, в Месси... Я не разбираюсь, где я сейчас нахожусь. Должно быть ты, Диокол. Так, кто из них, Диокол? Так, блин, не смотришь. А я смог прицелиться. За что? За Алиэкспресс? Давайте разберёмся с максимально большим количеством народа. Так, разобрались. Но народу чуть-то мало всего нарезали. Чё, то есть, Диокол хорош. Доги пострадали все. Потому что Крид. Но он Крид ударом. Твою мать, тот мэн, как у тебя Крид прошёл. Шувак, хватит лечиться. Я разрешал лечиться. Видите, чуваки лечатся в плотных клиниках. Девни Греция. За мои деньги. Твою мать. Саш, ты мёртв. Давай, падай. Падай, я сказал, падай. Приказ. Твою мать, ты хочешь выпить с надуви доктора Шевцова? Хорошо, что он захватил с собой мои. Драгоценности. Не стоит сдавать между местием и его наградой. Это да. Это всё, что ли? Квест пройден? Ну, блин. Какой-то квест хреновый. Я-то думал, мы раскроем великую тайну. Ну, что мы раскрыли? Ничего. Так, повтори. Интересное название квеста. Сейчас узнаем о чём. Приехал в шафту какую-то. А тут бабки не работают. И мне грустно стало. Так, посмотрим. Может быть, у тебя ценное что-то есть? Я ищу шкуру чёрного еды нароха. Где такую можно купить? В Украину не поеду. Давайте попробуем вот это. Урон элитным противникам. Остальным-то у нас уроны так неплохой. Вот элиты. Что случилось с твоим товаром? Что случилось с твоим товаром? Кругом одни тупицы разбили моё обсидиановое стекло. Ты сам и нёс этот ящик. Что ты там сказала? Я говорю, вот же неуклюжие. Именно. Мне теперь нужен обсидиан. Жёсткий негр. Мистик, если найдёшь, отдам тебе свой лучший клинок. Самая крутая звучка просто и все. Этого хватит? Вот это запас. Ты Мистик или торговец, а? Да так. Носил с собой на чёрный день. А, прекрасно. Собственно, время сэкономлено. Меч аварийца. Давайте посмотрим на аварийный меч, который мне дали. Нет, я менять меч не буду, ребят. Как хотите, я мне... Твою мать, заговорился. Мне нравится тот меч, который есть у меня. Не надо ко мне лезть. Не, ну меч неплохой. Я не хочу сказать, но мне нравится то, что есть у меня. Так, это всё, что ли? Ну окей. И всё, что можно здесь, я прошёл. И где мои культисты? Где мои, не знаю, сферы, яблоки, эдемы? Где моё добро? Добра нихрена нет. Ну, правда, остров ещё большой. Мне говорили, что так-то напевки надо искать. Но чё-то не знаю. Давайте посмотрим на фотки. Дерево просто оторвалось от земли. Тут руинище симпатичное. Ну, в любом случае, едем сюда на коне. Потому что, ну чё ты ещё будешь делать? Вариантов нет. Или едешь на коне, или скачешь на... Не важно о чём. Там уже сами с рифмой разберяйтесь. Фиксирую задание на радаре, капитан. Ой, постой, я и есть капитан. Капитан, я вижу задание. Хорошо, спасибо, капитан. Видите, вот проблема решилась. Так, что у нас по заданиям? Ну, регион я открыл. У нас два задания, всё сложно. И в чём мать родила? Чёрт, вот это звучит, наверное, лучше. А вот дальше, на 50 метров, на 100. Но в чём мать родила? То есть это задание про наготу. Это вот такая тема, которая из Жени заходит. Маленькая. Чё такое? Тебя кушают, что ли, птицы? Постой, тебя связали и кушают птицы. Что-то я воню пошёл не так. Спаси меня, пока мне птицы не выклюнули глаза. Или волки не разодрали, они рыскали в кустах. Я могу помочь, но сможешь ли ты оплатить мою помощь? Как в Китае платный медицинный. Я могу, чтобы у тебя с собой были деньги. Выслушай меня. Те люди ограбили меня и оставили здесь на верную смерть. В их логове полно и других сокровищ. Если освободишь меня, я покажу, где их найти. Ну, хорошо, даже могу. Тебя, помоги! Эти малаки! Всё-таки сокровищ полно. Не, ну сокровища мне нафиг не нужны, чувак. Я зарабатываю больше, чем ты можешь себе представить. Я не хвастаюсь. Я хвастаюсь, что в игре я покрыт. Реально, жизни, к сожалению, пока нет. Но это пока, это вопрос времени. Спасибо богам, что прислали. Ты жив и свободен. Где моя награда? И мы и деньги, Лебовский. Злодеи забрали моё единственное сокровище. Талисман, доставшийся мне от матери. Они хранят всё под водой. В пещере к западу отсюда. Подводные. То есть, понял, бандиты. Ахвалангисты. Кто они такие? Последователи Ореса, яду на жертвоприношение и убитый попался. Убей их. Ну, последователи Ореса, давайте так скажем. Ты предал последователей и надеешься остаться в живых? Как? Я думал, меня убьют. Подожди. Может быть, мне это не понравится. Ну, я могу на тебя работать. Я умею драться. Что скажешь? Ну, давай. Хорошо, так. Всё, взял на корабль засранца, а мне нужно найти украденный талисман. И где же он находится, чёрт возьми? Да где угодно. Ты не пришёл. Тебе нужно в пещеру, господи. Надеюсь, я там найду культистов, а не просто культореса. Мне почему-то, ну, не знаю, меня только что напрягу, мысль пришла, что, ой, Котя так мило лежит. Посмотрите на Кейт. Посмотрите на этого пушистого сына. Вот, он валяется на коврике. Котя. Котя не понимает. Он понимает, что его снимает, но он немножко нервничает, у него дёргается глаз. Я понимаю, что там маленькие краны. Мне, скорее всего, лень будет монтировать крупный. Котя кувыркается. Я открыл дверь, он стал кувыркаться. Так, ну, он сейчас уйдёт, ребят. Он всегда уходит, когда я снимаю видео. Понимаете, он уважает процесс. Лиза тоже всегда уходит, когда я снимаю видео. Вообще, все в доме, в квартире, все уходят, когда я снимаю видео снимаю. Так, а... Ну, как бы мы здесь. Талисман голого лучника. Интересно. Понимаете, если мне рассказали о неком квесте голого лучника, я бы определённо был заинтригован. Правда, когда начал бы его проходить, ну, вот как сейчас, я бы полностью разочаровался. Ага, тут пленники в пещере. Вы свободны, орлы, летите. Я свободны. Спасибо. Где же грёбанный талисман грёбаного лучника, а, лук? Так они, чёрт возьми, всё-таки под водой это всё держат. Чёрт возьми. Что ж за больные люди? А снаряжение не ржавеет? Не могут тут в этих сундуках? В чём логика этих странных людей? Постой, ну, лука до сих пор нет. Где же он? Где же чёртов лук? То есть он в пещере, но я не знаю, где он. Перебив всех, я так этого и не узнал. Знаете что? Я давайте свалю из этой пещеры нахрен. Это здание явно не даст нам никакого бонуса, учитывая, что чувак уже у нас на корабле находится. Давайте просто уйдём. Я не хочу тут находиться. Какое-то задание. И всё в крови. Чёрт, азим. Письмо мертвеца. Встретимся в доме на пути к маленькому Египту. Былится тоже он сразу ищут тебя, не волнуйся, твоя жена в безопасности. Маленький Египет? Ничего себе тут просто письмо мертвеца. Ммм. Причём рядом с последователями Ореса это находится. Ну, намёки на интересный квест есть. Интересный ли он на самом деле, а хрен его знает. Ну, поехали. Так, найдите автора письма. Чёрт возьми, да меня не наняли, а письмо нашёл. Посмотрите, какие-то преступления. Нет, всё-таки квест интересный. Просто, ребят, вы сами понимаете, худший квест, который может быть в любой РПГ, это пойди принеси, как с луком, как с луком вещи. Принеси цветы. Нет, вот квест-кузицу вот был неплохо. А там меч принеси, это ещё ничего. Почему ничего? Да потому что... Ну, потому что... Квест есть интересная как бы тема. Хотя все квесты отчасти прийти, 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 прийти. Мне это всегда круче. Вся крючка вот поджечь и зарезать, чем носить какие-то странные вещи. Типа цветовки потенцией. Что здесь произошло? Меня подозревают в том, что я укрываю дезертиров. Ты укрываешь дезертиров? Ладно, не подозревают, знают. А-а-а, ну вот. Эти молокис так меня избили. Мне кажется, новое лицо, кстати. Не встречался человек в апотече до? Тощий такой, в военной одежде. Нет. Так, нет, никто не попадался. Да, его тело. Нет, давайте саврем. Не встречался. Я обещал его жене, что доставлю его к ней в кедонию. Ты уверен, что он бежал не от жены? Да. Его казнят, если поймают. Я с рискуя жизнью, чтобы помочь. Вы близки? Или он так много платит? Все это ради жены? Да, да. Все это говорит. Какой жены? Его жены? По ей жены, мужа, всегда ради женщины. Да, да. Его забрали на войну. Время убирать. А моя работа помогать людям исчезнуть. Ну, и в этом смысле, конечно. Не, ну, нет. И я решил помочь им воссоединиться. Так, очень добрый поступок, ты хочешь его жену. Хочешь его жену. Это не так. Я думал об этом, но я просто... Я... Хочу сделать ее счастливой. Ясно, хочешь тратиться. Не сомневаюсь. Понял. Нам нужно Касабель. К его жене, то есть. Если стражи нашли меня, найдут и ее. Пожалуйста, иди к ней. Я приду позже и увезу ее. Ну, ты молодец, конечно. Ну, хорошо. Я помогу. Где мне ее найти? Иди по дороге в Кедонию. Ее дом будет слева. На двери зеленая... Так, все, зеленая ткань. Черт возьми, нет. Ну, мне так или иначе, в какую сторону? А, меня в город надо вернуться. Я-то надеялся дальше уехать. Уже сюда. Там бухта осьминогов. Наследие Минс. Хрен там плавит. Никуда ты не поедешь, Евген. Храм Артемиды. Путешествие в зад. Я так что заметил, что задание называется все сложное. Это статус ВКонтакте? Ребят, которые переводили игру, брали идея по переводу миссии оттуда. Опа, кстати, классно, что вот здесь ты рядом с целью. Ты, по сути, не кидаешь кинжал. А, здесь копье в нее. Которая работает как кинжал, а ты вот так подходишь и протыкаешь. Ну, проиграла. Черт. У нее даже лица теперь нет. Лицо не прогрузилось. Текстура в дерьме. Снаружи мертвые стражи. Молодец, миссий. О, привычка. Неожиданно, да? Меня опередили. Оставалось только отомстить за нее. Я пришел так быстро, как мог. Я хотел сделать ее счастливой. Но сколько не пытался, приносил ей только боль. Больше ничего. Мне жаль, что это. Мне стоило рассказывать ей, что я хочу вернуть ее мужа. Мне жаль, друг. Это ведь я виноват. Да? Манда. Не винись. Нет, не ты. Ты меньше всего хотел, чтобы все так закончилось. Не виноват. Когда она улыбалась, я знал, все хорошо. Не важно, кому улыбалась. Вы намеркнуто, что они твоя жена, да? Но этого недостаточно. Это да, есть такое. Да, ты прав. Возьми. Я хотел отдать это ей, когда помогал им сбежать из кедонии. Ибо пригодилось. Это точно. Теперь им это не нужно. А мне хранить. Так, хорошо, понял. Ну, в общем, ты мне заплатил. Че платили? Опять никаких культистов? Ну, что ж такое-то? Где мои культисты, ребята? Это задание все. Я его вычеркиваю. Не полезу я ни в какие пещеры. Собственно, я хочу забраться. Вот, давайте кончим на том, что я заберусь на вышку. Вершина горы Ида. Вершина горы Ида. Так это и называется. Кстати, я тут чисто случайно проехал немножко дальше. И у меня тут куча всего. Во-первых, крепость. Но это ладно. Куча заданий. Месть подают холодный. Восстание в гортине. В зубы смотрят. Цветы мертвецов. И в городе мифы и минотавры. В каких-то руинах причем. Черт возьмет. Мне нравится. Я уже хочу на квест мифы и минотавры. Я думаю, это следующее, чем я займусь. Но это уже будет, ребят, в следующей серии. Давайте закончим эту на том, что я залезу на обзорную точку. И посмотрю на восход солнца. Ну, восход, правда, такой вяленький еще. Постой, нет, это не восход. Это еще вот близко. Но это не то. В общем, всем пока, ребята. До следующей серии. Увидимся в следующей серии, в которой начнется самое вот сок. Мы явно идем на минотавра в руинах. Потому что, ну, черт возьми, руины, ребят, вы чувствуете? Руины это признак того, что что-то будет. Просто так в руинах заданий не бывает. Наверное. Но я очень надеюсь. Субтитры сделал DimaTorzok